Девушки отдыхают В ролях Тейлор Хилтон, Марк Рэндалл, Дилон Тейлор, Меган Парк, Джейк Эпстейн, Джонатан Маллен. Девушки отдыхают Приятный видит вас! Меня зовут Чарли Бартлер! Эй, Чарли! Чарли! Твоя мать приехала. Она сейчас в деканате. Удачи, Чарли! Глядишь, обойдется. Это как-то связано с его успеваемостью? Нет, миссис Бартлер. Успеваемость и посещаемость у него в порядке. Если быть честным, он один из лучших учеников в нашей школе. Но не похож на других. Простите, но это не может быть причиной исключения. Вот, взгляните, и вам все станет ясно. Он подделал водительские права и только-то? Ваш сын наладил целое производство себя в комнате и продавал эти фальшивки другим ученикам. Их невозможно отличить от настоящих. Я думаю, миссис Бартлер, его ждет хорошее будущее. Он умный, способный и прекрасно знает, чего хочет. Вы не против скромной суммы в Даршколе? Не стоит, миссис Бартлер. Ваш сын нарушил закон, и мы не можем закрыть на это глаза. Ну что ж. Хорошо. Я все поняла. Прекрасно. Мам, сердишься? Не в этом дело. Я гадаю, почему ты это сделал. Деньги не могут быть причиной. Как думаешь, Чарли, что бы сказал отец, будь он с нами? Мама, они начали замечать и ценить меня. Все как один нуждались во мне. Но, может быть, образование важнее, чем известность? Приведи примеров, доказательства. Ничего не идет в голову. Что ж, тебе придется жить дома и ходить в обычную школу. В твоей комнате все осталось по-прежнему. Мам, ты кормила моих рыбок? О, Господи. Мам, я поеду на школьном автобусе. Но Томас может отвезти тебя. Конечно, но вряд ли в этой школе кого-то возит шофер. Пожалуй, ты прав. Ты уже пила свой колонопин? Еще нет. Куда же я его положила? Посмотри-ка, в сумочке. Конечно, вот он. Что бы я без тебя делала, Чарли? Парни были так смелы, Девушки милы и нежны. Мистер Гувер, как бы нам хотелось вернуть тени. Как я рада, что ты снова дома, Чарли. Спасибо, мама. Я тоже скучал. Сделай тише! Сьюзи к ю! Что? Входи! Привет, звук. Подожди, директор пришел. Что, папа? Сьюзи, дома я для тебя не директор. Нарочитое неуважение к тебе поднимает мой рейтинг. Ну и? Ладно, что ты хотел? Поздороваться нельзя. Привет. Легенцы. Точнее, будет сосал. Знаю. Я сосал их, когда тебя и в помине не было. Я буду у себя. Привет. Пока. У вас два новых сообщения. Найтан, думай мне лучше присутствовать, когда ты объявишь ученикам об установке видеокамер. Надо, чтобы они отнеслись к этому серьезно. Следующее сообщение. Найтан, это я. Почему Сьюзан не отвечает на мои звонки? Если тебе не важно, общается ли она с собственной матерью, то ты мать твою. Тебе, наверное, на другой автобус. Школа Вестерн-Смит, верно? Влезай. Меня зовут Чарли. А я Лен, привет. Очень приятно, Лен. Как и мне, Чарли. Спасибо. Школа Вестерн-Саммит. Привет, красавчик. К дороге, к дороге! Не дали шкафчик в учителях. Учительской. Но я не учитель. А тянешь на него? Всем внимание! Последний шанс записаться. Сегодня в четыре часа прослушивания. Приграшаются все желающие. Учтите, в этом году мы поставим Генриха Пятого. Это Шекспир, так что можете читать роль противоположного пола. Профессор, до четырех. Да, забористая дурь. Черт, ну чего ты зря пялишься? Все равно же купишь. Всегда покупал. Привет, я Чарли. У тебя портфель? Скорее, дипломат, так считается. А что за хрень на робе? А, это? Кор от кор лакутур. Это латынь. От сердца к сердцу. Что-то вроде, ну, не помню точно. Как ты думаешь, он пидор? Заткнись. Это вопрос риторический? Похоже, нет. Вот, урод! Спусти его! Спусти его! Мы смоем в себя всю грязь, педи! Спусти его нахрен! Дерьмо! Не курить! Сигареты сюда! Что тут? Да просто дурака вали. Мистер Бивинс, мистер, эээ, идите в класс живо. Идите. До встречи, крошка. Все хорошо? Да. Как же мне надоели предки. Ведь мне уже семнадцать, а они уперлись. Ни в какую. Маме не все равно, сколько у меня в ушах дырок. Согласны? Уитня, лучше сделай дырочку в губках. Ну ты, дурак, тормоз. Привет, я Чарли. Пошли. Привет, Чарли. Привет, Лен. Присаживайся со мной. Спасибо, Чарли. Я взял морковь и горошек. Люблю горошек с морковью. Я тоже. Погасло солнце Рима. День кончен, мгла. Так завершен наш подвиг. Конец сцены. Спасибо. Выразительно. Чарли Бартлетт. Итак, что же из Шекспира ты можешь нам прочитать? Я прочитаю монолог из бессмертного шедевра к кардерою Севилла страдания юной отступницы. Сейчас я расскажу вам про свои первые месячные. Мой отец вез меня из летнего лагеря. Я сказала ему тогда, папа, кажется, я протекла. А он в ответ, не страшно, детка. И я поняла, что он ничего не знает, что со мной происходит. Пришлось ему объяснить, что кровь хлещет. Вам известно откуда? Он чуть не свалился во враг и стал не бросать мятые салфетки из кафе. А это не самое подходящее для того, чтобы заталкивать их внутрь. отлично, спасибо. Но вообще-то это не все. Достаточно. спасибо, Чарли. Педик, я урою тебя. Снимай. Отлично. Мочи, Педикем Мерфи. И как тебе? А мне по барабану, потому что это риторический вопрос. Эй, Чарли, как будет по-латыни, я ублюдок. Хватит. Чарли, как первый день? Классно. Ты нашел друзей? Ну, хорошо. Завтра от школы можно отдохнуть. Я позвоню доктору Уизерсу. Твоя мама сказала мне, что ты не повладил с кем-то из ребят. Неплохой эвфемизм, но если точнее, я был для них боксерской грушей. А по-твоему, почему они на тебя ополчились? Не знаю. Возможно, я не из их стаи. Ты что, исключение из нормы? Семейный психиатр лечит наши раны. Для кого это нормально? А уроки как? Как обычно. Только иногда мне трудно собраться с мыслями. И что же такое тебя отвлекает? Некая навязчивая фантазия. Сексуальна? Нет, это другое. Мне кажется, будто я выхожу на сцену, а все ребята собрались в зале и скандируют мое имя. Я как рок-звезда. И вот я обращаюсь в зал и говорю. Все отлично, друзья! Они кричат, кричат. Я рад вас видеть. Меня зовут Чарли Бартлетт. И я хочу, чтобы вы запомнили вот что. Для вас все дороги открыты. Все, у кого неприятности, кто дрожит от страха, запутался или злится. Не думайте. Вы не останетесь одиноки. И восторженные крики зала. Чарли, ты очень обижен на своего отца. Переживаешь, что его сейчас нет? Цены выросли. Что, прости? Меня тоже волнует, что цены на газ выросли. Чарли, я считаю нужным выписать тебе рецепт на риталин. Начнем с приема минимальной дозы. А если в эти дни не выявится нежелательный эффект, мы постепенно увеличим эти дозы. У меня расстройство внимания. С помощью риталина мы сможем справиться с этой проблемой. Ну, если расстройство внимания, то после риталина улучшится концентрация. Я надеюсь. Привет, профессор. Привет. Пошел нахрен слезняк. Кто может ответить, почему на Меркурий всего один день в году? Меркурий — единственная планета, которая не вращается вокруг своей оси. И после того, как стали использовать систему Доплера... Привет. Я Чарли. А на каком расстоянии от Солнца находится эта планета? Приблизительно 58 миллионов километров. А можете сказать период обращения? Кажется, 88 суток. А период обращения? Период обращения около 58 суток. Что ж, прекрасный ответ. Спасибо. Я пополняю. Я знаю. Всем доброе утро. Благодарность — слово дня. Благодарность — это чувство искренней признательности за поддержку и готовность ответить. Прошу всех сесть и замолчать. Примите за это мою благодарность. Спасибо. Сегодня у нас насыщенная повестка дня. К нам приехал окружной инспектор мистер Седжвик. Так что, надеюсь, вы меня не подведете. Во-первых, понедельник на школьной площадке будут устанавливать видеокамеры. Да? Я думаю, это нарушение прав человека. Таково требование страховщиков, и школьный совет уже одобрил это решение. А теперь передаю слово мистеру Седжвику, чтобы обсудить вопрос о мобильных телефонах. Папа, послушайте, нигде, кроме площадки, нет тусней без препов. А скажите, в учительской камере уже поставили? Значит, тусня. Итак, наш следующий вопрос. Мобильные телефоны. У нас еще будет возможность обсудить видеокамеры, а сейчас... Это все дерьмо собачье! Пошли вы! Спокойно. Советую вам научиться пристойным образом выражать свое негодование. Мистер Седжик. Я должен... Тихо, ребята! Это учебная пожарная тревога. Все выходят спокойно, без спешки. Не допускайте давки. Похоже, вас не очень-то уважают. Я смею заметить, вы тоже не вызвали восторг. Я говорил об уважении, Нейтан, не об эмоциях. Мы тут не боремся за рейтинг популярности. Субтитры сделал DimaTorzok Риталин в пакете, обед в микроволновке, целую, мама. День первый. Мне не терпится провести этот уикенд с тобой. Я подумала, может, съездим на дегустацию вина? Мы брали тебя с собой когда-то? Возможно. Возможно. Ты не притронулся к еде? Мне не хочется, мам. Я изучаю осморегуляцию эпидермиса. Я приготовила вполне съедобный ужин, Чарли Бартлетт. Я чувствую себя совершенно ненужной. а мне кажется, очень важно, чтобы мы с тобой постарались найти какие-то точки, точки соприкосновения. Ты слушаешь меня? Алло! Эй, вы там! Слышите меня? День второй. День третий. День третий. День четвертый. День третий. День третий. Ку-ка-ре-ку! Чарли? Что случилось? не он никогда не баловался наркотиками миссис а просто майра линн обойдемся без формальностей наркотики нет это исключено похоже он успокоился я конечно не врач но риталин действует возбуждающий возможно причина именно в этом новое лекарство чарли детка как я уже сказал в школе многие грешат этим в мое время в колледже мы увлекались лсд лично я ничего запрещенного не принимал может может тебя били у школьного автобуса и отбирали деньги на обед может папаша пьянчуга нет может папаша может папаша упивается самого раннего утра может он ну это как сказать глушит до потери пульса просто чтобы забыться нет лучше осмеять же туху доброе утро доброе утро здрасте привет привет лен привет чарли лен хочешь заработать 50 баксов после школы 50 баксов какого черта чарли будет говорить с тобой отсоси монголоид отвали урод пошел ты отстань от меня привет мэрфи как дела тебе чё жить надоел урод чарли говорит а ты уймись слушай мэрф кажется мы начали знакомство не с того нужно исправить оплошность смотри говнюк вот что мэрфи я хорошенько подумал о том что ты сделал со мной и до чего ты додумался гений отчего ты злишься мэрфи но так просвети меня может тебя били и отбирали деньги на обед у школьного автобуса может папаша убивается с самого раннего утра чтобы осмеять эту жетуху а дома для него важнее не его сын а гамбургер и тупой сериал может девчонки называют тебя за спиной гандоном а а может тебя посадили в группу дефективных и учителя изуверски смеются над тобой так возможно и ничего из этого а может комплект что ты хочешь от меня хочу быть твоим другом мэрфи может быть ты незаконченный урод но мне ясно что из нас не выйдет дружбанов честных почему мне тащиться на трамвае а тебя ждет лимузин кажется ты прав смотри здесь 90 таблеток риталина толкнем их на танцах и начнем деловое партнерство и что они дают накачивают мозг норпинефрином и допамином летаешь как ангел десять баксов за штуку прибыль пополам получишь без малого 500 баксов не вложив ни цента мы партнеры говоришь значит час ночи да что что час ночи мое критическое время сейчас а ты куда на танцы я тебе говорил еще неделю назад ты бросила пение нет а что ничего у тебя есть голос мне нравилось слушать как ты поешь у себя в комнате это означало что у тебя все хорошо электронный контакт электронный контакт в ущерб живому общению кому ты пишешь родни заждалась счастлива обязательно так значит в два правда хороший заход жаль ты был прекрасный учитель истории мне тоже жаль он ко мне лезет привет сьюзен привет у меня есть шанс потанцевать с тобой я бы сказала возможно с чарли бард у меня есть шанс как успехи все ушли все точно все до одной отлично чёрт супермен восемьдесят восемь лет шанс шанс чтоб я сдох второй привет чарли как же как план все свят известны и помню все что говорит Субтитры сделал DimaTorzok Даже тошнит. Ещё как. Спасибо. Чарли, подпишешь обращение, чтобы убрали видеокамеры с площадки? Обязательно. Вот здесь. Вот. Спасибо. Нет проблем. Кто следующий? Приложите ручку девочке. Привет. Ты Чарли Бартлетт, да? Да. А я Кип. Кип Кромбл. Очень приятно, Кип. Да. А нельзя ли нам поговорить наедине? Может быть, знаешь местечко? Конечно. Ты подпишешь обращение, чтобы убрали камеры с площадки. Так, что ты хотел? Ты действительно можешь таблетки достать? Да. Что такое? Ну, у меня полная депресса. Ну, у меня полная депрессуха. Накатывает слабость. Трудно дышать. Обычно на занятиях. И тогда, кажется, замирает сердце. Думаю, это как-то связано с головой. И предкам бесполезно говорить. Они и так считают меня чокнутым. Я решил. Прости, но тебе нужен врач, а не я. Не уверен, что риталин поможет. А что поможет? Не представляю. Но могу узнать. Я все выясню, обещаю. Да. Спасибо. Рецептурные лекарства. Лечение психических расстройств. Лекарственная терапия. Детская и подростковая психиатрия. Общая психиатрия. Повышенная раздражительность и депрессивное состояние. Прозак, Поксил, Вильбутрин, Залофт. Ативан, Клонопин, Ксанакс. Мне трудно дышать. Кружится голова, тошнит и двоится в глазах. Иногда кажется, будто у меня замирает сердце. Это называется панической атакой. Это паническая атака? И как с этим бороться? Ну, а я могу прописать тебе небольшую дозу Ксанакса из Залофта. Итак, слушай сюда. В книгах по медицине нет случаев хоть одной смерти от панической атаки. Да? Да, не сомневайся. Так что, когда опять навалится страх, надо только сказать. Да, у меня паническая атака. Но я не умру. Всего минут пятнадцать, и у меня всё пройдёт. А сейчас что делать? Мерфи, пусть он принимает пятнадцать миллиграмм Залофта и полмиллиграмма Ксанакса по необходимости. Держи, экип. Тебе станет полегче. Встречаемся через неделю здесь же, в это же время. Идёт? Спасибо, Чарли. Нет проблем. Не обижай его, Мерфи. Да, Чарли, я говорила с доктором Уизерсом. Возможно, у тебя не только расстройство внимания, но и большой список психических нарушений, которые будут мучить тебя всю твою жизнь. Звучит мелодраматично, не находишь? Вот и я говорю. Самое обидное, он уверен, будто ты унаследовал их от меня. Я была возмущена. Посмотри на меня, у меня нет никаких отклонений. С этим не поспоришь. Ты уже завёл друзей? Завёл уже. Мужской туалет, аптека. Он не хочет видеть меня. Я всё время реву. Что ж, бывает, люди говорят одно, а думают нечто иное. Он говорит, я лузер, а вчера я сбил маму. Тебе не надо винить себя. Просто задумайся, его достало всё в этой жизни. Так бы и повесился здесь. Достала эта грёбаная школа. Да, приятель, тут не сладко. Но поверь, когда-нибудь мы вспомним школу и пожалеем, что вели себя как придурки. Так может... Увеличить грудь? Мои подруги поставили импланты. Ну, можно подумать. Хотя где же кайф, если девчонка находит сама в себе недостатки? Я вообще-то не гей. Но девчонки обходят стороной. Это обидно. Ну, зато не сторонятся парни. А если бы никто не западал на тебя, это был бы конец. У меня стоит всю ночь. Я совсем не сплю. Похудел. Выбрасываю огромные суммы на случайные связи. Плохо. Могу рекомендовать. Такой содержащий серотонин, антидепрессант, как прозак. Опиши мне все симптомы. Я чувствую вялость, апатию, агрессию, раздражительность, приступы гнева. Я бы назвал это навязчивым состоянием. Например, стоит мне только услышать слово на букву «Р», меня подмывает сказать пять слов на букву «В» и хлопать правой рукой по голове. Да. Рекомендую начать... Ягода, Венера, Возня, Вонючка, влагалище! Здорово, Чарль! Чарль! Здорово, Чарль! Чарль! Нет проблем. Спасибо. Сегодня у нас на Велл Бутрин скидка. Не работает второй туалет? От нас. Разреши. Привет, Чарль. Привет, Чарль. Да. Рад слышать, что тебе уже лучше, Чарль. Мы, к большому сожалению, не уверены в реакции на эти препараты подростков. О, док, могу успокоить. Реакция на них такая, словно открыл в пустыне палатку с холодной газировкой. Ты меня задолбал! Люди работают, блин! Чёрт! Да пошёл ты! Неужели этот тип такой жалкий? Ты снимаешь, парень? Да, отлично. Ты даже не пытался рыпаться. Мерфи, а для чего ты это записал? Я все свои драки записываю. Клёво! Серьёзно? Потом в кайф посмотреть, как великий смерти на Родео. И тебе не бывает никого жалко? Жалко? Иногда. Чего тебе нужно? Возместим им ущерб. Перехнулся. Кинокомпания Чарли Бартлета представляет. Школы Вестерн-Савиат. Великие школьные драки. В главной роли Мерфи Бивернс. Берт Баннистер. Терри Готэм. Па Кангуен. Чарли Бартлетт. Экип Кромбелл. Имя, которое вы слышите впервые. Прямо сейчас в школе Вестерн-Саммит. Великие школьные драки. Смотрите, как увесистые кулаки Мерфи Бивернса месят ваших лучших друзей. Покупайте, пока не расхватали. Берт Баннистер бьет в лицо. Чарли Бартлетт получает глаз. В немедленном довольстве или деньги назад. Леди джентльмены, налетайте, чтоб не опоздали. Привет, Чарли. Кип, что? Говорят, ты платишь нам часть от выручки. Верно говоря, дружище. Дай. Держи. С тобой приятная работа. Мерфи. Брот. Мерфи. Аван за второй раунд. Продолжение фильма выйдет осенью. Леди джентльмены, спешите сюда. Не упустите зрелища. Чарли Бартлетт, директору. Итак, ты печально знаменитый Чарли Бартлетт. Наконец-то мы познакомились. Я Найтан Гарднер, твой любимый директор. А это окружной инспектор мистер Седжвик. Он приехал специально ради тебя. Догадываешься, почему тебя вызвали? Нет, не очень. Я впервые в жизни наблюдаю подобное в школе. Продавать ученикам эту мерзость, это вопиющее безобразие. Тебе известно слово вопиющее? Да, сэр. Ты понимаешь, что натворил? Нет, сэр, плохо. Правда плохо? Хорошо, ты отстранен от уроков на три дня. Привет, как ты? Привет. Тебя вроде отстранили? Да. Здорово. Прокатимся? С удовольствием. Клёв, залезай. Спасибо. Куда бы тебе хотелось? Ну-ка, приказывай. Не знаю. Тогда я решу на тебя. Это то, что в книжках называется особняк? Ну, мама называет это поместье. Что ж, тоже неплохо. А ты мне сыграешь? Да. Захочешь петь, пой, А хочешь быть свободным, будь. Ведь столько путей впереди, И нужно идти. Захочешь летать, летай, А хочешь скучать, скучать. Ты найдёшь своё счастье, Всё-всё-всё в твоей власти, И не жди, если смел. Это будет твой день. Привет, мам. А, да. Мам, это Сьюзен. Сьюзен — это моя мама, Мэрилин. Очень приятно познакомиться, Сьюзен. Да, мне тоже, Мэрилин. Мэрилин. Пока. Она милая, да? Да. Ну, а отцу меня представишь? Нет, он, он теперь не с нами. А, прости. Нет, ничего. Он был агентом ЦРУ. Да, служил в Сомали, Югославии, Ираке. И, наконец, вернулся домой. И мы с ним обожали мороженое с орешками. Вот, однажды как-то мы бездельничали, И раздался сигнал фургона мороженщика. Знаешь, у него всегда одна и та же мелодия. Янки Дудл. Отец захотел мороженого, выскочил на дорогу, Угодил под колёса и умер на месте. Ты прикалываешься? Янки Дудл в лес в седло! Принял вид походный! В шляпу перышко воткнул! Ах, какой я модный! Браво! Браво! Спасибо, ты очень добра! Джордж, повтори. Спасибо. Привет, Нейт. Привет, брат. Как дела? Хорошо. Слушай, Нейт, ты знаешь некого Чарли Бартлета? Хм, да? А что такое? Ничего хорошего. Что? Довольно. Положи трубку. Спасибо. Всё, я тебе перезвоню. И, пожалуйста, выключи свою энергосистему хоть на секунду. Спасибо. И телевизор. Пожалуйста. Что? Ты встречаешься с Чарли Бартлетом? Ну, если ты знаешь, зачем спрашивать? Я не знал, а теперь знаю. Что ему от тебя нужно? Ты выпил? Пожалуйста, подумай хорошенько, прежде чем ответить мне. Я сейчас не шучу. Я беседовал с этим парнем. Конечно, если ты сейчас пьян, тогда понятно, чего ты так разошёлся. Скажи, неужели ты не боишься, что он растреплет своим приятелем, как он? Что? Что? Ну, говори. Ты знаешь. Нет. Знаешь. Как он что? Как он с дочерью директора. Чёрт. Отлично. Спасибо за комплимент. Прости, я не хотел тебя обидеть. Ну, и хорошо. Чёрт. Пора вставать, Чарли. Я сегодня не иду в школу, мам. Меня отстранили. Да, мне звонили. Я жду тебя. Мы поедем к отцу, Чарли. Спасибо, Том. Чарли? Придёшь, когда будешь готов, хорошо? Придёшь? Хорошо. Он обиделся? Нет. Он сказал, что бы с тобой ни случилось, ты с этим справишься. Да, это похоже на него. Быстро летит время. Как прошла трехдневная медитация? Плодотворно. Да, я все прочувствовал и полностью раскаялся. Поучительный вывод, Чарли. Тебя выгоняли из всех частных школ? Неужели я вам интересен? Не льсти себе. Простите. Просто мне, как директору школы, положено знакомиться с личными делами своих учеников. И моя обязанность вооружить тебя необходимыми знаниями, чтобы ты мог выжить в этом мире. Но помимо того, что я директор, у меня есть и другая роль. Правда? Что за роль? Роль отца Сьюзан. Успокойся, Чарли. Я не собираюсь вызывать тебя в свой кабинет и вести назидательные беседы. Я не такой отец. Спасибо. Будь я таким отцом, наверняка сказал бы, что работа не так важна, как дочь. Так что запомни, еще одна затея, и я превращу твою жизнь в кучу дерьма. А ясно? С возвращением, Чарли. Привет, Мэрфи. Здорово. Привет. Здравствуй. Ну и как это происходит? Я должна говорить? А Мэрфи будет здесь? Ну, он поклялся молчать, но если ты против, он может уйти. Да, хотя бы в первый раз. Ладно. Прости, Мэрфи. Да-да, ясно. Я дерьмовый деловой партнер, да? А что тебе сказал отец? Поздравил с возвращением. И даже не заикнулся про нас с тобой? Да нет. Может быть, ты что-то спросишь? А что? Чарли, а откуда я знаю, кто профессионал? Хорошо. Естественный вопрос. Как ты относишься к отцу? При том, что эта дурацкая работа превратила его в алкоголика? Ну, хорошо. И что ты скажешь? Знаешь, его это волнует больше, чем меня. А потом была та ночь. Ночь? Когда он узнал, что у моей матери есть любовник. Он так набрался, что бегал с пистолетом и грозил самоубийством. Да? Значит, мать ушла, а он остался? Вот именно. Он обещал избавиться от пистолета и даже записался к психотерапевту. И он стал собирать лодочные модели. Будто кто-то приказал ему, успокойся и найди какое-то хобби. Сьюзан? Да? Я все же хочу понять, как ты к отцу относишься? Ты настырный. Знаешь, как это мерзко и тошно. Когда мать бросила, а отец свихнулся почти. Ну и как при этом выдасти хоть сколько-нибудь нормальный? Да. Да. Знаешь, мне уже лучше. Вот и хорошо. Спасибо, что выслушал, Чарли Бартлетт. Нет проблем, Сьюзан Гардер. Сьюзан? КРИКИ Эй! Внимание! Из-за строгой экономии в нашей дорогой школе доктор Чарли Бартлит приглашает всех вас на вечеринку в клуб под открытым небом. Это будет самое крутое событие за всю историю Большого Гамильтона. Чарли! 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 Дастин Лаудербах хочет с тобой поговорить. А, подождет. Мне хочется как следует оттянуться, а не работать. Он капитан футбольной команды. Ладно. Значит так, во-первых, меня тошнит от футбола. И мне не хочется заниматься этим в колледже. А что интересует? Только не нужно смеяться. Хорошо бы поехать в Париж и изучать живопись. Здорово. Это отец подсказал? Ну как же. Если я брошу футбол, вряд ли он будет в восторге. А уж чтобы попросить денег на Францию, речи быть не может. Ну, а мама? Да, ей сейчас не до чего. Как это называется у женщин? Менопауза. Так что же делать? Ну, нам, подросткам, нужно когда-то решиться и послать предков подальше. Так что дерзай, понял? Да. Спасибо. Кажется, этот Дастин Лаудербах немного... Тебе завидно, потому что ты не способен ни на какое творчество. Пошел ты! В пятом классе мне дали роль в школьном спектакле. И я справился. Правда? Да. Я не знал. А завидую я тому, что такой, как Дастин Лаудеровых, может закадрить девчонку вроде Уитни Драмонт. Хочешь перепихнуться с Уитни? Хочу. Чтобы все было как надо. Сначала кафе, а потом сводить на фильмец. Навести глянец не мешало бы. Не в этой жизни. Ну, а почему бросил театр? А, меня просто достали парни вроде меня. Мерфи, нам нужно с тобой почаще говорить по душам. О, пошел ты! Вот ты где! Пошли со мной! Что, у тебя есть план? Угу. Ну и куда пойдем? О, доктор Бартлетт, кажется, настало время заглянуть в мой кабинет. Свидание на заднем сидении. Ух ты, а у тебя уютно. Ух ты, а у тебя уютно. Ух ты, а у тебя уютно. Живи легко, не парься. Ух ты, а у тебя уютно. Вопрос первый. Только не думай, что я мало ценю себя. Хорошо. Хорошо. Твой интерес ко мне не вызван тем, что мой отец директор. Что? С чего ты решила? Да кажется, тебе по кайфу всё, отчего можно влипнуть в неприятности. Не буду отрицать, но тут другой случай. Ты мне понравилась с той минуты, как я тебя увидел. Я понятия не имел, кто твой отец. Это твоя награда? Угу. Ладно, я готов ответить на второй вопрос. Скажи, где твой отец? Тебе обязательно это спрашивать? Да. Сложный вопрос достоин высокой награды. Он в тюрьме. У мамы случилась ужасная депрессия после его ареста. Когда его отпустили под залог, и мы пошли есть мороженое, он велел о ней заботиться, и... Я пообещал ему. Сейчас я пытаюсь заботиться о ней. А кто о тебе заботится? Сьюзан, у меня этого еще не было. Я знаю, Чарли Бартлетт. Сьюзан, у меня этого еще не было. Я не могу, Чарли Бартлетт. Я не могу, Чарли Бартлетт. Тебе не стоит курить. Эй, ты куда? Я сейчас. О, Господи, Чарли, не надо! Дамы и господа, как у вас настроение? Меня зовут Чарли Бартлетт, и я больше не дерзственник! Спасибо! Вот дается! Не вижу причин топтать эту землю и дальше. В школе никто даже имени моего не знает. Для меня подойти к другому человеку, это все равно, что преодолеть силу притяжения. Так что нет никакого смысла жить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чарли, выслушай, что мистер Гарднер хочет сказать. Кип Кромбелл вчера наглотал сиси дотативных таблеток. И как он? К счастью, жив. Он поправится. Благодари его, что он не сообщил родителям, откуда эти таблетки. Но если выяснится, что от тебя, будем говорить по-другому. Чарли, ты понимаешь, что ты сделал? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И что же будет? Ты мне скажи. Объясни мне, что ты делаешь. А лучше почему, я постараюсь понять. Знаете, я помогаю только тем, что просто выслушиваю этих ребят. Ты можешь слушать, кого пожелаешь, но согласись, ты не специалист. Только врач назначает подобные лекарства, и они многим помогают. Но подростки не умеют определить грани, стремятся превысить допустимое. Вот и рецепт. А дурманить мозги проще, чем поискать выход из сложного положения. Эм, извините, что спрашиваю, просто вы по собственному опыту это знаете? Прости, но это бестактный вопрос. Ах, нет, ничего. Хорошо. Я обращался за помощью. А сейчас она не нужна? В какой-то момент я почувствовал, что мне достаточно. И что теперь? Бывает, то хуже, то лучше. А вам хочется, чтобы вас выслушали? Нет, мне не хочется об этом говорить. Чарли, скажи. Зачем все это? Не знаю. Я сейчас... Просто счастлив. Впервые в жизни меня все любят. Но ведь это не самое главное. Да, я знаю. Так обычно говорят. Но в 17 лет подростки хотят добиться популярности. Чарли, ведь известность бывает разной. О чем вы? Как ты сможешь распорядиться своей популярностью? Я достаточно пожил. И могу утверждать это. О людях судят по делам. Привет, Кип. Это ты, Чарли? Как ты? Нормально. Мне промыли желудок. Ну и как оно? Мало приятно. Зато сейчас целыми днями играю в игры. Клево. И что, ты выбросила из головы всю эту глупость? Так решить мои проблемы не получится. Хорошо, что ты это понял. Чарли, конечно, спасибо, что ты зашел. Я рад, но ты не скажешь мне того, от чего станет легче. Правда? Уверен? До меня никого нет дела. Единственный раз я говорил с девчонкой в третьем классе. У меня нет друзей. Я для всех идиот. За тобой ходят толпы. Тебе не понять, каково мне. Ты не можешь увидеть всю картину. Какую картину? Вселенную. А при чем тут вселенная? Ну, вселенная невероятно большая. Да. По идее, она бесконечна. Точно. И может быть, жизнь и на других планетах. Вряд ли такая, как у нас. Скорее, одноклеточные организмы. Вот я и пытаюсь объяснить. Ты мог родиться не тут, а каким-то одноклеточным организмом на планете Зортекс. Это не случилось. Хотя могло. Ты родился человеком на планете Земля. И ты не просто некто в истории человечества. Ты появился на свет и живешь сейчас. Так делай, что хочешь. Слушай, любую музыку, ешь еду всех народов. Качай порнушку из интернета. У тебя есть все, что для жизни нужно. Лучше не стало? Не очень. Ну что ж, я пытался. Хочешь, сыграем в зону убийств? Да. Уже не толкаешь колеса? Нет, нет. Пытаюсь найти новые возможности. Какие? Не знаю. Есть идеи? Какие идеи у типа, который не способен ни на что? Я пытался писать пьесу. Но ее не хотят читать. Пьеса получилась? Не знаю. Если интересно, почитай. Конечно. Ад начинается с твоего шкафа. Извините, ребята, это не пойдет. Прочтите все до конца. Мне хватило, чтобы понять негодность идеи. Почему? Потому что она зловредная. В вашей пьесе ученики творят бог знает что, а я не желаю подставляться. Но ведь все это существует. Она про наше отношение к жизни. Мистер Кром был прав. Такая пьеса для школы – находка. Может, в ней есть недостатки, но Чарли поможет... Отлично. У меня камень с души свалился. Да. Я хочу совершить что-то хорошее. Вы же сами мне говорили. А разве выход – постановка такой пьесы? Я хочу сказать, у меня станет меньше оснований покончить с собой, если вы согласитесь. Должен одобрить театральный совет. Спасибо, мистер Гарднер. Да. Вы не разочаруетесь. Я не должен пожалеть о своем решении. Ну, что дальше? Ну, не волнуйся. Театральный совет я беру на себя. Даже не знаю, что сказать, Чарли. Все отлично. И не спой со мной. Прикинь, сколько это стоит? Я знаю. Оставь хоть Ксанокс. Нет, больше никакого Ксанокса. Чарли. Ты козел. Все до одной. Нет, нет, нет. Ну-ка, Мерфи. Нет, нет. Успокойся, выкладывай все. Не надо. Мерфи. Чарли, нет. Извините. Прошу внимания, я хочу сделать объявление. Из-за осложнившихся отношений со страховыми компаниями поставка медикаментов отменяется. Многим из вас уже не нужны беседы со мной. И это прекрасно. А для тех, кому они еще потребуются, я продолжу консультации в приемной. Бесплатно. Спасибо. Ты меня еще не консультировал. Что ж, тогда начнем. Привет, Чарли. Привет, Уитни. Что с тобой? Сама не знаю. Что ж, тебе необходимо поговорить со мной, но ты боишься, что я подумаю. Кажется, со мной что-то происходит. Понять не могу. То есть? Я много стала кричать на стадионе. И я переспала со всей футбольной командой. Со всей? Может быть, нет. Но со всеми защитниками. Ну, а тебе нравится кто-то? Не нравится. Мне не везет. Моим парнем никто не хочет быть. Но они так и лезут ко мне, а я не умею отказывать. Ну, слушай, может, попробуешь несколько избавить темп, оглядеться немного. В нашей школе полно ребят, которые очень хотят сводить тебя куда-нибудь. Брось заливать. Это кто? Привет, Уитни. Привет, Мерфи. Надо же, ты принес цветы. Смешно, правда? На. У меня первое настоящее свидание. Я могу понять. Настоящее свидание у меня первое. Кстати, классная рубашка. О, да. Спасибо. Хорошо, спасибо, Чарли. Не будем терять время. Чарли. Да, Генри, как дела? Совет отказался убрать видеокамеры с площадки. Они просто выставили нас. А еще ставят металлоискатели и будут обыскивать наши шкафчики. Тут без тебя не обойтись. Не знаю, Генри. Я уже и так на ножах с Гарднером. Возглавлю протест, и он меня сожрет. Ты не примешь участие? Если хотите протестовать, я отговаривать не буду, но... Спасибо, Чарли. У нас школа, а не тюрьма. Спасибо, я прочитал плакат. У нас школа, а не тюрьма. У нас школа, а не тюрьма. У нас школа, а не тюрьма. Завтра мы вернёмся к этому материалу. Наша площадка, наше право! У нас школа, а не тюрьма! Камеры, протесты, нарушение дисциплины. Было такое до появления Чарли Бартлета? Я только о нём и слышу. Чарли Бартлетт сказал моему сыну это. Чарли Бартлетт велел моей дочери том, нам станет гораздо легче жить, если мы исключим его. Считаете, он этого заслуживает? Подумайте о себе. Вас могут уволить. Ты посмотри. Конечно, на площадке камеры стоять не должны. Но признаюсь, что отчасти я твоего отца даже понимаю. Беспокоишься за него? У нас школа, а не тюрьма! Несколько раз он меня понял и поверил мне. Да. У нас школа, а не тюрьма! У нас школа, а не тюрьма! У нас школа, а не тюрьма! К вниманию всех учащихся школы Вестерн Саммит! Даю вам две минуты, чтобы разойтись. В противном случае вас отстранят от занятий. Нет, мы защищаем своё право. Все всё равно не отстранят. Этим они ничего не добьются. У нас школа, а не тюрьма! Ладно, ты поможешь мне? А что делать? Пусть сейчас разойдутся, а вечером придут. Скажи? У нас школа, а не тюрьма! Ладно. У нас школа, а не тюрьма! Ребята, подойдите сюда. Послушайте, что я скажу. Есть идея? У нас школа, а не тюрьма! У нас школа, а не тюрьма! Чарли сказал, надо разойтись. А вечером вернутся. Ясно? Субтитры сделал DimaTorzok Сьюзан! Стой! Что это такое? Что? Это же просто... Помолчи! Я спрашиваю свою дочь, что в этом пакете? Это не твое дело. Сьюзан! Молчи, я без тебя разберусь со своей дочерью. Ты меня понял? Ну... Еще одно слово, и я за себя не ручаюсь. Давай, думаешь, я не знаю, что в пакете? Да, я уверена, что ты этого не знаешь. Куда ты? Ты никуда не пойдешь. Ну, конечно. Сьюзан Гарднер, немедленно вернись домой. Считаю до трех. Или пеняй на себя. С чего ты взял, что можешь все решать за меня? Я твой отец и знаю, что лучше. Ну, что уставился? Раз. Лучше не надо просить меня выбирать между тобой и Чарли. Мне не придется выбирать, наркодилер или отец. Я твой отец, а он ученик моей школы. Два. Чарли Бартлетт сделал для твоей школы больше, чем ты. Три. Не трогайте ее. Эй! Что? О, черт, я не хотел. Пожалуйста, простите. Да. Не хотел, но ударил. Подавись. Все, пошли. Мне правда ужасно жаль. Ты не виноват. Итак, Чарли Бартлетт набросился на вас. Решение теперь за вами. Будете подавать иск? Отлично. Как Чарли и сказал, все мы собрались. Какая хорошая сегодня ночка. Внимание! Смотрите, кто пришел. Чарли! Как настроение? Меня зовут Чарли Бартлетт. Друзья, я хочу, чтобы вы запомнили кое-что. Я не нужен вам. Ты о чем? Чарли, говори! Что такое? Я это понял. Думаете, меня не мучают вопросы? Каждое утро я просыпаюсь, смотрю на себя в зеркало и пытаюсь понять. Так кто же я такой? Я не знаю, что я такой. И ничего, полная пустота. И вы хотите, чтобы я вас чему-то научил? Учитесь рассчитывать только на себя. Вами захотят управлять, но путь у каждого свой. Не верьте тем, кто скажет, будто вы ни на что не способны, и вы добьетесь своего. Вы сами найдете ответы на свои вопросы. Что вы делаете? Чарли, 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 Чарли! Все, праздник окончен. Требую разойтись. Я что, недостаточно ясно выразился? Мы хотим знать, что будет с Чарли. Да. Советую вам волноваться за себя. Из-за него наша школа стала похожа на пристанище для малолетних преступников. Полная чушь! Ребята! Покажем им, кто здесь хозяин! Свободу, Чарли! Срочно в школу, вестерн-саммит. Думаю, теперь самое время сказать. Вы уволены. Пошли, Чарли. Твоя мать внесла залог. А что будет с остальными? Конечно, проведут расследование. Но поскольку камеры разбиты, установить Чюлеву вину будет трудно. Я готов на себя взять ответственность. Чарли, иди домой. Сердишься? Я не знаю, как к этому относиться. Ну, мам, конечно, нужно рассердиться. Ведь я был арестован, а мои друзья разгромили школу. Я в курсе происшедшего. И мне трудно, потому что я думаю, что только я виновата в этом. Нет, мама, никакой твоей вины нет. Нет, 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 виновата. Я всегда относилась к тебе, как к взрослому, и ты забыл, что ты ребёнок. И вот расплата. Чертовски точно сказано. Ты ребёнок, да, Чарли? Ты осознал, это правда? А я твоя мать, но понятия не имею, что с тобой делать. Ну, мам, я сам не знаю, что с собой делать. Ты наказанно не будешь ходить в школу. Правда? И долго? Обязательно нужно определить срок. Двадцать четыре часа, кажется, достаточно. Учитывая невероятную тяжесть проступка, пусть будет тридцать. Согласен. Поехали. Хорошо. Поехали. Хорошо. Хорошо. Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну, пора идти, а то опоздаем на спектакль. Вряд ли она будет рада видеть меня. Нет. Нет. Вы ее отец. И она любит вас. Очень любит, но вы не замечаете. Ну, ладно. А у тебя как? Что вы имеете в виду? Я спрашиваю об отце. Я листал твое дело, пытаясь обнаружить всяческую причину выгнать тебя и не мучиться. И прочитал про него. Есть преступление похуже, чем уклонение от налогов. Да, но при этом ты все равно теряешь отца. Ну, хорошо. Копи свою обиду на него. И каков результат? Бывает, то лучше, то хуже. Давай, Моника, не дрейфь. Это же такой кайф. О, Господи, не дави на меня. У меня это первый раз. Не бойся. Доверься мне. Ты же этого сама хочешь. Я совершенно бессилен. Когда-то она была моей малышкой. Как думаете, что они делают там за дверью? Мы никогда не узнаем этого. А что, если поверить им и посмотреть, что произойдет? Не могу понять, почему это для тебя так важно? Потому что это по-настоящему здорово. Хорошо, я попробую. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Я готов на все, чтобы работать здесь. Хорошо. Лучше отложим собеседование. У меня сегодня ужасный день. Поговорим об этом? Режиссер Джон Пол. Автор сценария Гастин Нэш. Оператор Пол Соросси. Художник Тамара Деверал. Композитор Кристоф Бек. Продюсеры Дэвид Пермат и Барон Кит. Фильм дублирован кинокомпанией UMP GFS по заказу компании Lizard Cinema Trade в 2008 году. Фильм дублирован кинокомпанией Упбел. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...